Приветствую каждого игрока от общего статиста на моем канале, с вами Зав, и сегодня мы поговорим об объекте 777, который у нас поступил в продажу, и представляете, даже у меня он в продаже есть. Но у меня этот танк уже имеется, однако он не оборудован, поэтому мы покатаем на пресаке. Вот, собственно говоря, эта машина в легендарном камуфляже выглядит достаточно эпично. Касательно цен, которые у нас есть на этот танк, мы посмотрим все через мою телегу, потому что ценники, к сожалению, в рублях не увидеть. В рублях их можно увидеть только, когда вы заходите с телефона, ну а с телефона, соответственно, я загрузить вам картинку не могу, поэтому будем смотреть так. Значит, за 2790 можно прикупить полностью оборудованный танк, и в целом предложение выглядит вроде как неплохо, единственный минус, оно за рубли. Но есть выход, есть выход, есть предложение за золото. 22,5 тысячи, точно такое же предложение, но уже за золотишко. И за золотишко, в принципе, это предложение рассмотреть можно, потому что танк в целом новенький, танк в целом эффективный, и выглядит достаточно красиво. В этом легендарном камуфляже, поэтому 22,500. Но, допустим, если вам не нужен легендарный камуфляж, есть еще один вариант. Опять-таки, есть вариант за рубли 2290, который мы, скорее всего, не рассматриваем. И есть вариант за золото. За золото, за 20 тысяч золота, вот это уже то, что нужно. То есть, чисто танк, дальше уже сами поставите оборудочку, и можно выкатывать в рандом. Но, кто не жопится, кто готов слить еще 2500 ради легендарного камуфляжа, то возьмет, конечно, вот этот набор, и он будет, ну, немножко поинтереснее. В конце концов, здесь оборудование есть, в конце концов, какие-то бустеры, X-5. В общем, набор смотрится весьма привлекательно. 22,500 не такая большая сумма за танк 10 уровня. По крайней мере, за этот танк 10 уровня. Теперь, когда мы обсудили цены на танк, а вы уже подписались на канал. А, да, еще одна маленькая мелочь. Если кто-нибудь будет покупать танк за рубли, 2790 он стоит, да, то учтите, что компенсация за камуфляж 5,5 тысяч золота. А это весьма нехило. А вот если вы купите вдруг его на сайте, то компенсация за камуфляж, за тот же самый камуфляж, 640 осколков. Там внизу написано, опять-таки, подписывайтесь на телегу, а если вы еще не подписаны, то самое время. Вот, 640 компенсация осколков. Зачем вам нужны осколки? Берите с телефона. С телефона вы получите компенсацию в золоте. Опять-таки, если у вас этот камуфляж есть. Я, кстати, не знаю, сколько камуфляж на безобое стоит. Надо будет как-нибудь посмотреть. Может, он стоит дешевле, чем 5500. Так это еще и получится с плюс. Можно себе выйти. Ну да ладно, ну да ладно. Давайте проедемся на танки и посмотрим, на что же он способен. Не буду ничего менять. Оставлю и встречку, и превосходство. Посмотрим, куда мы попадем. Ну, сейчас у нас рандом, конечно, немножко подубит. Но да ладно. Я думаю, справимся. Теперь касательно самого танка. Как вы знаете, на РУ-регионе этот танк не нерфился, как на Евро. То есть, если на Евро у нас основные снаряды это подкалы, если на Евро у нас там немножко скорость полета снаряда снижена, то на РУ таких проблем у нас нет. Увенчиками мы не запаслись. К сожалению, у нас Увена всего 6 градусов, поэтому сейчас будет тяжеловато здесь стоять. Ну да ладно, немножко постоим. Таблицу со сравнением я вам показывать не буду, потому что, опять-таки, таблица составлена для Евро. А у нас не европейский аккаунт, у нас аккаунт на РУ-регионе. На РУ-регионе танк другой. Ну, конечно, не капитально другой, в основном-то все одинаковое, но все равно он другой. Так что имейте это в виду. Если вы будете смотреть на какие-нибудь таблицы, то это не имеет особого смысла. По крайней мере, на мой взгляд. Альфа у нас 430, что, в принципе, неплохо. Достаточно приятная точность для советского танка. То есть, мы не страдаем по точности. Мы можем попадать по противнику. Единственное, вот с увенчиками, конечно, а тут борьба прям конкретная. Ну вот я все-таки нашел, как в кара вмазать хотя бы чуть-чуть. Епись решил вообще не сюсюкаться с ним. Просто вкатить. Не знаю. Поеду сбоку, заеду. Попытаюсь Еписью помочь. На самом деле, такой себе вариант вкатывать на него был. Ну вот, не помог я Еписью. Короче, либо скрывается от меня, потому что понимает, что я здесь. Либо пытается загнать меня туда, где мне будет некомфортно. Где в меня будут стрелять. Короче, точно что-то понимает. Не хочу я к нему с этой стороны ехать. Потому что отступлю. Побуду где-нибудь поодаль. Ай-яй-яй. Броня у нас есть, поэтому потанковать что-то там мы можем. Ну и все. Так, кто-то сзади еще приехал. Кто-то непонятно кто. По 310. Ага, понятно. Если прям совсем все плохо. Прям совсем мне не нравится то, что происходит. Вот еще бабуля мне пишет. Чудненько-чудненько у нас прошел первый бой. Перехитрил меня Кара. Ну, опять-таки, вот Епись влетел на него. Я поехал за Еписям, как дурачок. Надо было не ехать. Ну, по итогу это поражение. У них практически все машины остались живы. Да, такое тоже периодически бывает. Ну, не без греха, Танечка. 2100 мы все-таки внесли. К сожалению, наша команда, скорее всего, отыграла не очень. 1800 даже в плюс вышли по кредитам. Спасибо и на этом. Ну да, мы оказались где-то почти вверху списка. Немножко я не доиграл. Подставился под ПТХ. Опять-таки, Карыч в итоге нанес больше всех. То есть, по сути, Кара и затащил эту катку. Ну, Кара действительно не подставлялся под меня. То есть, делал максимально все возможное для того, чтобы затащить. Я-то думал, он поедет куда-то вниз. Будет отступать от этого Епися. А он поехал обратно. Если бы я знал, я бы тоже сверху заехал. И спокойненько бы пострелял по этому парню. Ну, судьба распорядилась иначе. Так что вот, имеем то, что имеем. Давайте второй бой тогда быстренько катнем. Еще разочек. Может быть, со второго боя получится лучше. Потому что танк в целом-то играбельный. Танк в целом-то неплохой. А потом, наверное, мельком глянем характеристики. Ну, надо же хоть немножко посмотреть, на что обратить внимание на этом танке. По подвижности, как вы видите, танк в целом нормально себя чувствует. Не сказать, что он прям совсем без подвижности. Кстати, броню мы рассмотрим отдельно после следующего боя. То есть, вот этот бой я сейчас откатаю. Посмотрим характеристики. Потом еще боек. И посмотрим броню. Потому что броня у него специфическая. Она вроде как есть. Вроде как ее и нет. То есть, хитрые пацаны, которые более или менее все понимают в этой игре. Они найдут, куда его пробить. И причем даже в красный. Причем даже в красный. И это я вам без шуток говорю. У него действительно есть такие зоны, которые вроде как полностью красные. Но по факту там всякими рикошетами и другими всякими фокусами, приколюхами. Получается его пробивать. Но это нужно, конечно, знать и уметь еще туда попадать. Безусловно. Так. Попробуем спасти СТ направление. У них тут СТБшка с хорошенькими уровеньчиками. Даже две СТБшки. Меня это вообще ни разу не устраивает. СТБхи очень серьезные машины. Очень серьезные оппоненты. У них хороший ДПМ. Пробитие великолепное. Прикольно. Еще и Батчат сзади заехал. Да что ж такое? Что ж мне так не прет-то? Ну просто жесть какая-то. Просто мясо какое-то. Я чумею с этих боев. Зато у нас Ливандос стоит на горе. Прикрытие от СТ тоже великолепное. Я думал СТшки со мной закатятся. Но нет. Не судьба. Ну что тут сказать. Опять 6-0 у нас счет. Видимо я совсем разучился играть. Не понимаю куда ехать. Не понимаю что делать. А может быть мне просто нужно помогать немножко. Для того чтобы мы побеждали. Ну ладно. Разберемся как-нибудь в следующем бою. Тысячу урона в итоге мы накидали. Минус 8 тысяч кредитов. Знаете какая-то антиреклама для объекта 777. Не знаю. Может быть мне у Венчиков не хватает. Да и еду я на СТ направлении. У Кастиль я правда не самая привлекательная карта для ТТ. ТТ направление там не играется вовсе. А на СТ направление я поехал. В итоге у нас никто туда больше кроме меня и не сунулся. Но ладно. Как есть. Как есть. Давайте посмотрим быстренько на характеристики нашего аппарата. Очень быстро посмотрим. Значит касательно. ХПшек. 2 400. В принципе неплохо. Броня присутствует. Безусловно. Маскировка это все ерунда. Мы на это не смотрим. Урон в минуту. ДПМчик у нас есть. 3127. И этого достаточно для того, чтобы какие-нибудь вражеские машины уничтожать. Ну конечно против какой-нибудь СТшки. Вот я со СТБ их и схлестнулся. Наверное не стоило. Не стоило мне этого делать. Ну так получилось. Далее касательно пробития. Здесь вообще никаких проблем нет. На кумулях пробитие великолепное. Так что любой танк поддается нашим снарядам. Даже весьма бронированные пацаны. На ББшках ну тут 50 на 50. Есть парни которые нас будут танковать. Есть которые будут пробиваться. В целом это средненькое бронепробитие. Альфа у нас 430. Этого в принципе хватает для того, чтобы поднагнуть. По времени сведения, по разбросу тут никаких претензий нет. По венчикам претензии есть. Да, 6 градусов это действительно дерьмо. Максималка у нас вперед 45 километров. И 16 лошадей на тонну. В принципе едет он достаточно приятно. То есть я не могу пожаловаться на то, что он совсем не едет. Но как вы видите это меня не спасает. Хорошо. Давайте попробуем третий бой. Последний бой на сегодня. Постараюсь на этот раз никуда не лезть. Ни на что не напороться. А то что-то как-то обзор, не обзор. Ну какие-то бои прям совсем мылые. Знаете, обычно играю все-таки ну как-то на победы, на победы все. И тут какая-то шляпа. Ну такое периодически происходит в нашей игре. Вы же прекрасно знаете, что бывает все хорошо. Ты катаешься вообще в ус не дуешь, у тебя одни победы. А потом начинается какая-то шелуполь. Шелуполь. Вот опять наши рассосались. Я не понимаю, поедет ли кто-нибудь со мной. Наражен точно лезть не буду. Встану один вот здесь вот, где-нибудь на приемочке. Буду стоять. Буду ждать. Никуда не поеду. В пень. Я уже два раза съездил, мне хватило. Надеюсь в этот раз у меня все пройдет немножко лучше. Так, на СТ направлении там какое-то мясо. Тяжей не видно. Ага, вот и тяжик у нас. Такой же, как и мы. Ну, как вы видите, достаточно быстрый. Достаточно быстрый. Туда выкатываться что-то как-то особо не горю желанием. Да. Ну и где наши союзники? Ну и 75-й он приехал. Надо как-то то ли перекатиться, рискнуть на ту сторону. Вот он сейчас на КД. Чтобы перекатиться. Галдуй лупанул, не получилось. Перекатиться зато получилось. Значит, можно будет его со спины расстреливать. А это уже неплохо. И то мы потеряли одного из союзников. Бред какой-то. Как они любят сливаться. Вообще жесть просто. Вам как играется в этом рандоме? Кайфово? Или так себе? Мне кажется, должно играться так себе. Ну давай, Тартоис. Последний выстрел. Будь хорошим мальчиком, не промахуйся. Так, ну что ж. Поехали разбираться со всеми остальными. Ну, для начала надо, наверное, избавиться от бабахи. Она у нас первая на очереди. Надеюсь, СТ-шки немножко поживут, постреляют. Хотя у нас там только СТБ остался, по сути. Один. И он, скорее всего, не вытащит. Лишь поуспеть избавиться от бабули. Отлично. По крайней мере, мы ее напугали. Эвик дает полный барабан. Скорее всего, кому-то. Потому что разряд отключил. Вот это печально. Чуть-то ты на меня переключился. Ну, а там, скорее всего, один снаряд остался. Осень из повреждены. Шанса отрыва увлечена. И он теперь на КД. Теперь мне надо перекатиться ближе к бабахе. Ближе к бабахе. Перекатиться надо. Пытаюсь уйти от этого 777, но он вообще меня не оставляет в покое. Едет за мной и едет. Не хочу с ним сражаться, потому что... Потому что у него барабан. Союзники вроде тоже что-то там стреляют, помогают. Но пока что помощи от них, конечно, маловато будет. Торт старается. А идет. Хотя нет, тортик мне нравится, как отыгрывает. Ну-ка танкуй. Не хочет он танковать, но в целом, в целом, пока что у нас все в порядке. Мой маленький прокат дал свои плоды. Это, конечно, было безрассудное решение. Ну, ничего, у нас весь рандом такой безрассудный. Чисто уехал. Уехал от противника. Пока он там за мной гнался, упоролся в меня. Тортой сзади ехал и всех отстрелен. Тактика галактика. 3000 урона у нас, короче, получилось. Третья степень мы все-таки завоевали. Под конец танк я все-таки смог реализовать. Значит, 32 тысячи кредитов. И на этот раз мы наконец-то в топе. Поставлю лайк от Стартуезу, потому что Стартуез помогал, действительно помогал. Он ехал и убивал того же Хэвика. Потому что если бы Хэвик меня догнал, было бы печально. Но Хэвик сначала предпочел спрятаться там, думал, что я на него поеду. Зачем мне фулловый Хэвик, когда есть куча других парней, которые ждут моих снарядов. Тем более, когда он уже разрядился. С другой стороны, можно было вдвоем на этого Хэвика насесть, нахрапом. Но потом спокойненько убить оставшихся противников. И никто бы за мной не гонялся. Ну ладно. Тем не менее, мое решение привело к победе. Поэтому смотрим, что же у нас там с броней. Итак, посмотрим на танк при цели Объекта 140. Почему Объект 140? Ну, у него не самое лучшее пробитие, 240 мм. Но тем не менее, даже его хватает для того, чтобы пробить данную машину. Я его специально взял, потому что он достаточно низкий. И как вы видите, все равно в лючок он попал. То есть, лючки расстреливаются. Триплексы уже не пробиваются. Я думал, в триплексы будет попадать. Но, как вы видите, в триплексы стрелять по сути бесполезно. Зато, смотрите, вот эта зона, видите, рикошет, рикошет и пробитие. Да-да-да, если стрелять под пушку. Прямо вот в эту хитрую область. Правда, вряд ли противник будет поднимать пушку. Но если вдруг он там ее чуть-чуть приподнимет. Мне кажется, даже с опущенной пушкой все равно шанс попасть сюда. И рикошетнуть под пушку он имеется. Так что имейте в виду, хорошая зона бронепробития. Но выглядит не как зона бронепробития. Касательно гусениц, вроде как должен танковать. Хорошо этими гусеницами. Но, как вы видите, даже при таком небольшом довороте уже пробивается. То есть брони не сказать, что бы много. Ну и давайте посмотрим, как он будет смотреться на голде. Посмотрим, как будет смотреться. Тавтологии вообще ни разу не бахнут. На голде ничего особо не поменялось. Немножко стало больше пробиваться НЛД. Но в НЛД, я думаю, стрельнут и без голды. Без каких-либо проблем. В остальном, брони в целом достаточно. Если не брать вот эти хитрые области, то он практически не пробивается. Но появились какие-то наросты на башню. И эти наросты реально пробиваются достаточно легко. Если смотреть борт, то тут вроде как все легко пробивается. Там есть некоторые нюансы, но тем не менее о них мы говорить не будем. Касательно фугасов. Вроде кажется, что танк не пробивается фугасами. Но прошу обратить внимание вот на этот маленький лючок. Ну это даже не лючок, это там какой-то кругляшок. Зачем он там нужен? Я не знаю. Но этот кругляшок является офигенной зоной бронепробития для любого калибра фугасов. У нас 50 мм бронепробития. Но тем не менее, бумс, как вы видите, это фул демаг. Да, тут с поджогом еще, то есть до кучи мы еще его и подожгли. 400 урона получилось. Так что вот эту зону имейте в виду. Если вы окажетесь когда-нибудь сзади без обоя, переключайтесь на фугасы и стреляйте вот в этот кругляшок. И не важно какой высоты у вас так. Если он будет чуть выше, вам просто будет проще в него попасть. Пробивается новая любыми снарядами. Готов. Так что пару зон бронепробития. Интересный зон бронепробитие. Вы на объекте 777 найти сможете. Вот этот кругляшок. Зачем он здесь нужен? Непонятно. Скорее всего это какая-то вентиляция или что-то в этом духе. Ну-ка давайте камуфляж снимем. С камуфляжа как это все будет выглядеть. Да, это походу просто вентиляция какая-то. Ну вот в общем вот в этот люк вентиляции. Танк реально фугасится. Я не знаю зачем они его сделали таким. Но это... Это хорошая зона бронепробития. Достойная. Так что если встретите объекта 777-го, вы знаете куда его пробивать. Давайте еще одну карточку все-таки сделаем. Но пассажок. Финально. Самую-самую последнюю. Так, 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 так. Куда мы тут можем поехать? Я полагаю, что мы поедем все-таки на СТ направление. Хотя там две СТ-шки всего лишь. Ну просто там будет достаточно легко с Леопардом разобраться. Либо можно по центру попробовать поехать. Давайте по центру поедем. Если что, метнусь к нашим СТ-шкам. Просто мне кажется, СТ-беха с Батчатом они должны выпилить. Леопарда. С Кару. Ну посмотрим. Сейчас оценим. О. Здорово. Нет, стрелять на этом парне, конечно, все просто замечательно. Пробития хватает и можно спокойненько, практически не сводясь, отстреливать противников. Особенно если у них с броней проблемы какие-то. Оу. АМХ-50Б перекатился на направление. Хм. Поехали, наверное, от бабахи избавимся. В первую очередь бабаха у нас уже полуживая. Как раз можно по ней пострелять, добить. И потом спокойненько за 50Б ехать. Еще и фугасами по 50Б, может быть, поработаем. В неплохой плюс по урону идем. А можно съездить, кстати, на тяжей? Слушайте, поеду-ка я на тяжей. Мне кажется, это более интересное занятие. Они как раз там сейчас все в атаке. По-любому никто не будет из них пытаться защититься. А мы тут как тут. А 50Б его и потом можно будет съесть. Никуда он не денется от нас. Так, этот парень убег. Видимо, почуял неладное. Вовремя спустился. Определенно нравится, как проходит этот бой. То есть вот до этого был бой. Более или менее нормально. О, тут даже танкуем. Так, еще заплутал, дружище. Не знаешь, как спуститься. Ну, этот парень на КД, а у него ДПМа нет. Он там даже если один снаряд перекодешит, то это как бы сильно ему плюс не сыграет. О, бывает. То есть здесь мы даже броню наблюдаем какую-то у нашего объекта 777-го. Вот вроде не съездили на СТ направлении, и все получилось нормально. То есть тяжиками перестреливаться тоже вполне себе здравая мысля. Дружище, ты прям вот полностью его заслонил, не дал мне пострелять. Я тебя за это не люблю. Получишь, у меня диза. Ладно, шучу, не буду я ему ставить диза. Просто он играл в свою игру. 3 600 мы накидали, достойный урон. То есть видите, как у нас по нарастающей получилось. То есть первые два боя были прям совсем дерьмище. Там, к сожалению, ничего не получалось. А здесь мы показали, что танк действительно на что-то способен. Касательно денежек наших 52 тысяч кредитов у нас получилось. Кстати, никаких бустеров здесь у меня нет, смотри-ка. Нет, все, никаких бустеров нет. Это особые достижения медали. Их мы оставляем 52 тысяч кредитов. Да, чистый, честный фарм. Ну и мы, естественно, в топе списка. Понятное дело, что настрелять этот танк может. Потому что ДПМа нам хватает. Еще раз повторюсь. Машинка крутая. Машинка, в принципе, играется очень неплохо. Не без своих минусов. Да, действительно, минусы есть. Опять-таки я говорю вот про эту зону. Опять-таки я говорю про то, что под пушку можно пробить. Но об этом знают далеко не все. Так что пока об этом не все знают. Хотя кто-то может посмотреть мой видос. Пока что не все об этом знают. И поэтому этим пользоваться вряд ли кто-то будет. Но этим можете пользоваться вы. Если вы встретите против себя объекта 777-го, вы знаете, куда его пробивать и как это делать. А если вы будете кататься сами на 777-м, то пользуйтесь своим ДПМом. Пользуйтесь тем, что у вас башня практически не пробивается. Да, лючки пробиваются, безусловно. Но тем не менее, в них попадают далеко не всегда и далеко не все. Так что играть от башенки тоже можно. Другое дело, что у Венчиков у нас нет. Поэтому приходится в основном выкручиваться. Но там чувствуют себя хорошо и в городских картах, и в принципе более-менее рельефных. Просто с УВН-ами нужно как-то вот совладать, и тогда у вас все будет получаться. Я однозначно буду рекомендовать этот танк покупки, но можно подождать, пока он опустится по цене еще чуть-чуть. То есть подождать набор за 20 тысяч золота с легендарным камуфляжем. Хотя это будет, скорее всего, не скоро. Поэтому, если вам очень хочется получить этот танк, берите сейчас. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк под этим видео, и напишите, что вы думаете по поводу объекта 777-го. Как считаете, машинка годная? Стоит ее брать за 22 500 или все-таки дороговато? Ваше мнение для меня важно, поэтому не поскупитесь, поделитесь им. Ну и спасибо, что досмотрели данное видео до самого конца. Всем пока!